Яблочные пироги очень часто упоминаются в серии книг о Гарри Поттере. И в Философском Камне, и в Узнике Аскабана, и в Ордене Феникса все не подавались к Хогвартсе и готовились эльфами. Но я хотел бы выделить другой. Приготовленный Молли Уизли яблочный тарт из Даров Смерти. Всем привет, с вами Fun4Fun и в этом видео мы приготовим открытый яблочный пирог. Для приготовления этого домашнего лакомства необходимы следующие ингредиенты. Мука, яйца, сливочное масло, разрыхлитель, соль, сахар, сахарная пудра и конечно же яблоки. В глубокой миске соединяем сахар и сливочное масло, затем хорошенько перетираем их. В отдельной посуде взбиваем яйца с солью, добавляем в маслянисто-сахарную смесь и перемешиваем до однородности. Смешиваем муку с разрыхлителем и начинаем постепенно добавлять нашу смесь до получения мягкого теста. Тесто перекладываем в подготовленную и выстиланную пергаментной бумагой форму. Из теста формируем корж с небольшими бортиками по краям. Когда все будет готово, форму с тестом убираем в холодильник немного остыть. В это время можно заняться начинкой. Для этого необходимо почистить яблоки и порезать их крупными дольками. Помните, что я говорил о выборе яблок для пирога в видео про пирог для агента Кея? Если вы до сих пор не видели это видео, обязательно сделайте это. Поверьте, оно того стоит. Ссылку оставлю в описании и в конце ролика. А так, вот вам небольшая вырезка из той инструкции. Сочные яблоки при запекании обильно пускают сок, из-за чего тесто плохо пропекается. Именно поэтому для выпечки лучше выбирать чуть более сухие сорта. Самое главное, начинка правильно приготовленного яблочного пирога тает во рту, но при этом она не должна быть пюреобразной. Наиболее подходящие для выпечки яблоки должны хорошо сохранять форму в духовке. После запекания нарезанные плоды не должны превращаться в кашу. К этому времени мы как раз закончили с яблоками. В сковороде на сильном огне растапливаем сливочное масло, выкладываем порезанные яблоки, присыпаем сахаром и держим их постоянно помешивая около 15 минут. После чего их нужно полностью остудить. И теперь мы выходим на финишную прямую. Остается красиво выложить остывшие яблоки на охлажденный корж теста и отправить готовиться в разогретую до 185 градусов духовку на 45 минут. Когда пирог будет готов, даем ему остыть, присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Этот сладкий десерт прекрасно подойдет для семейных и дружеских посиделок за чашечкой чая. Он имеет не только потрясающий вкус, но и аромат. А сочетание начинки из запеченных яблок и нежного теста не оставит равнодушным никого. Приятного аппетита, волшебной еды, пока!